Добрый день, дорогие телезрители! В эфире Карачаева Черкесия Онлайн и ее ведущие Иванова Екатерина и Джандара Зураб. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. Вы можете присоединиться к разговору, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. На дворе опасный сезон, хотя на самом деле конец весны, лето должно уже вот-вот подойти. Но эту же пору любят и клещи, и другие насекомые. Собственно, клещи вызывают болезни у животных и у людей. К началу мая в 35 регионах России были зарегистрированы случаи нападения клещей. В медучреждение Карачаева Черкесию уже после майских праздников обратилось 79 человек, из них 29 дети. Больше всего случаи зарегистрированы в Черкесске, в Прикубанском и Зеленчукском районах. Как обезопасить себя от укусов клещей? Готовы ли наши парки к летнему сезону? Об этом мы поговорим в нашей студии с пресс-секретарем управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике Еленой Покровской и энтомологом Центра гигиены и эпидемиологии Республики Светлана Ильинник. Добрый день, дамы! Здравствуйте! Ну, давайте, наверное, с самого базового, самого главного вопроса, как себя обезопасить? Что нужно делать, чтобы тебя никогда не кусали клещи? Вообще, кто такие клещи? Клещи – это достаточно большой, очень обширный вид. Кусают именно иксодовые клещи нас в природе. Какие? Обезопасить иксодовые клещи. Это что такое? Много видов. Они передают заболевания и крупному скоту, рогатому, мелкому, и передают ряд заболеваний людям. То есть это кусачие клещи, вот именно, которые опасны? Да, они специально поджидают, они довольно интересные, если их близко рассмотреть. Поджидают теплокровных, цепляются, ищут более мягкое место и кусают. Когда они кусают, в момент укуса почувствовать невозможно, у них есть специальное вещество, они как бы обезболивают и цементируются в организме, пока не напьются, так сказать. То есть такие хитрые, коварные хищники настоящие. Да, природа позаботилась о них. Обезопасить себя, самое главное, выходя в природу, индивидуальные средства защиты. То есть обработали одежду средством, акарицидным только средством, простой инсектицидный, против клещей не действует, оно их будет отпугивать. Осматривать каждые 15-20 минут. То есть я понимаю, что летом, в жару вы не будете одевать длинные брюки, особенно дамы, да и мужчины могут быть и в шортах. Ну хотя бы это пусть будут кроссовки с носками. Осмотреть себя. Тогда до присасывания вы можете увидеть очень часто его на себе. А в более холодное время года, то есть весной, одежда, но не сильно темная, чтобы клеща было заметно, длинный рукав, носки, брюки заправить в носки, обязательно головной убор. Потому что на деревьях клещи не живут, но они питаются на птицах, на врановых, и они просто могут, определенная стадия развития клеща, то есть нимфа и личинка питаются на врановых. Но птицы, они летают, соответственно, личинка, когда переходит в нимфу, а нимфа во взрослую стадию, они отпадают. И в процессе, если птица в полете, может упасть. Поэтому часто люди думают, все, если мы были под деревом, обязательно нет. Да, действительно, это такое массовое заблуждение получается. Буквально на майских праздниках мы там устраивали пикник, и мы специально выбирали место, чтобы не под деревом, чтобы не дать бог не упали клещи. В траве, и очень часто можно даже не под деревом найти, не в поле. А вот вы идете по обочине дороги, и там подцепите этого клеща. А вот еще интересный вопрос, как они на человека попадают? Они прыгают или как? Они, у них, значит, лапки с коготочками. И вот они четырьмя лапками держатся, а две вот так растопыривают, очень красиво. Ну, показать это можно на клещах, я часто видела, мне интересно. И когда мы проходим, они просто цепляются за одежду, за кожу, за шерсть. А вот скажите, скажите, ну они же, как они понимают, что там нужно за вот этого? Они чувствуют теплокровных животных. А, то есть это же так. Просто там мало ли листья какой-нибудь пролитые, пакет там элементарно, да? Нет, они чувствуют теплокровные, они реагируют именно, часть из них вообще без глаз, часть с глазами. Вы с таким восторгом рассказываете о этих насекомых, если честно, да. Вы любите клещи, да? Ну, они вообще разные, да. Она любит свою профессию. А я хочу добавить, вот смотрите, отсюда логика. Вот мы когда говорим о средствах отпугывающих клещей, о репеллентах, да, корицидные средства, репелленты, это примерно вот те же самые баллончики, которые мы все покупаем для того, чтобы от комаров обработаться. Летом идем в природу, купили баллончик, там средства отпугывающих клещей, побрызгали себя. Вот для клещей такие же точно есть средства. На нем указано, вот здесь от комаров, там весна от комаров, а от клещей, там от клещей. Вот такие же точно, они по цене примерно столько же стоят. Так вот, достаточно этим средством обработать свою обувь и одежду, вот то колен, ну, выше, немного выше колен. И вот это уже их отпугивает. Не обязательно там всё тело своё или рукава. Ну, в принципе, можно, потому что касаешься... Трава бывает высокая, они сидят и высоко. От высокой травы. Мы в поле же, я же их собираю, иногда я просто на уровне своего роста вижу в высокой траве, вот он сидит. То есть, если я не заметила его и прошла, он уже на мне. Но у меня, я в спецодежде, и она тоже обработана этими средствами. Елена, ну, вот к вам вопрос. В Карачаево-Черкесии вообще, насколько вот эта вот опасность ежегодно возникает? То есть, как остро стоит эта проблема в Карачаево-Черкесии? Потому что я вот читала, что в некоторых регионах, в принципе, одни не водятся-то. Но для Карачаева-Черкесии всё-таки есть такие случаи. Вот расскажите, пожалуйста, вот как из года в год меняется динамика? Хорошо, я поняла ваш вопрос. И прежде всего я скажу о том, что клещи, которые обитают в Карачаево-Черкесии, они несколько иные от тех клещей, которые обитают в средней полосе России, на Урале, на Дальнем Востоке. И переносят совсем другие заболевания. Вот очень часто мы сейчас видим в средствах массовой информации, центральной, говорят о энцефалите, о вирусном энцефалите. Для нас эта болезнь вообще не актуальна. Но, к сожалению, вот наш народ, население вот попутают. И они вот иногда даже звонят и спрашивают, как можно сделать прививку от энцефалита. Нет смысла делать прививку от энцефалита, если ты не уезжаешь в те районы, где это заболевание имеется. То есть в среднюю полосу России, на Урал, на Дальний Восток. У нас энцефалита нет. Кто делает эту прививку? У нас в Республике тут делают прививки по заявке, если вы едете, если вам нужно. Это, конечно, делается заранее. Прививка там делается в два этапа, за две недели, нет, даже не за две недели, а за два месяца. Потому что первая прививка, потом через месяц, вторая ревакцинация делается. Это все понятно. Но у нас совершенно другие виды клещей и совершенно другие заболевания, которые эти клещи могут переносить и которым могут заразить человека. Что касается вопроса, насколько актуально, хочу сказать, что в последние годы очень актуально. Вот если в далекие советские времена, когда сельским хозяйством в основном занимались колхозы, совхозы, то есть на это уходили какие-то другие средства, государственные совхозные или колхозные, тогда с клещами боролись очень и очень большим фронтом, скажем так, масштабно, как сейчас принято говорить. Вот. Ну, опять-таки, в те времена санэпиднадзор боролся масштабно против многих заболеваний. Благодаря этой борьбе мы искоренили в нашем регионе такие заболевания, как малярия, например. Вот, кстати, и с клещами тогда боролись очень сильно. Их боролись, и с ними боролись при помощи санавиации. То есть из самолетов распыляли средства, которыми обрабатывали пастбища, огромные территории, лесополосы, где обитают те же врановые, которые в определенном цикле жизни переносят нимфочек этих клещей на себе. То есть обработка велась масштабным фронтом. Сейчас, в наше время, сейчас обработки проводят только лесопарковых зон, где люди отдыхают, и пришкольных, и загородных лагерей, где отдыхают летом наши дети. И скопление людей. Да, ну это определенные есть программы такие, по которым лагерь летнего отдыха не будет впущен в действие до тех пор, пока территория не будет обработана. И поэтому, вот как Антамолог мне говорила, эти территории ежегодно проливаются специальными акарицидными средствами, и там этих клещей нет и в помине. То есть это целая ежегодная такая программа? Ежегодная программа. Но опять-таки я хочу сказать, что это очень ограниченные территории. Это территории парка. Вот в Черкесске, например, еще перед майскими праздниками была обработана территория парка культуры и отдыха «Зеленый остров» за счет средств, которые в самом этом выделялись самим этим парком. Также была обработана территория скверов на территории нашего города. Это сквер Покровской церкви, это центральный сквер, вот там, где есть леса, вот такие вот скверовые части. Ну и все. Вот сейчас обработка ведется пришкольных лагерей внутри города и во всех школах, где будут летом отдыхать дети, и также загородных территорий. Хотя, в принципе, конечно, актуально обрабатывать те территории, где ведется выпуск скота. И особенно те территории, где ежегодно в ходе нашего мониторинга, а Центр гигиены и эпидемиологии ежегодно проводит мониторинг вирусоформности клещей. То есть узнать, какие клещи у нас водятся, это одно. А еще узнать, заражены ли они вот теми самыми заболеваниями, от которых человек может пострадать. И поэтому каждую весну наши энтомологи собирают огромное количество этих клещей из всех территорий нашей республики, из всех районов, отовсюду, из пастбищной части, из населенных пунктов, отовсюду, отовсюду. И отправляют в Ставрополь, в научно-исследовательский противочумный институт для определения вирусоформности. То есть заражены ли эти клещи опасными инфекционными заболеваниями, о которых мы попозже поговорим, какими могут быть заражены. То есть вот как бы актуально было бы обработать ту территорию, где находятся клещи опасными, имеющимися деревьями. Это же может быть в принципе любой двор, где вот деревья, где трава. Ну вот хочу сказать насчет двора и приусадинского участка. То есть каждый хозяин этой территории, кто хочет свою дачу обработать, или допустим, ну так же вот многоквартирные дома, там есть какие-то ТСЖ, там какие-то ЖКХ, то есть они могут эту обработку провести за свой счет, если они имеют такое желание. Потому что есть учреждения, как называется, профдезотделы, которые могут эту обработку сделать за определенные деньги. Ну то есть бесплатно вот за счет государства у нас проводится вот только территория там, где летний отдых. Еще вот садики вынесли в бесплатную обработку. Просто очень часто обращаются детские сады и города, и республики. Было бы очень актуально и очень большим плюсом. Но садикам за свой счет это достаточно дорогое удовольствие. Тем более площадь большая, и обработать каждую территорию, где растет трава, где растет… Ну она и проводится, обработка сплошная, по крайней мере первый раз. Это, я так понимаю, каким-то распылителем все делается, да? Ну вот извините, я еще не договорила о важном, но мне важно, что Катерина меня спросила, о том, как сейчас идет количество укусов и пострадавших. Да, тенденции, да. Да, такой вопрос. Но необходимо сказать, что в принципе ежегодно держится примерно количество пострадавших на одном уровне. Но опять-таки мы говорим о количестве, когда пострадавших, то есть только о тех людях, которые обратились к укусам клеща за медицинской помощью. То есть они пришли в травмпункт или в медицинский пункт по месту жительства с просьбой удалить клеща присосавшегося. Вот эти случаи попадают в официальную статистику. Но, как говорят эпидемиологи, в тех случаях, когда люди сами удаляют клещи, которые не вошли в статистику, бывают в два раза больше. То есть это как айсберг. Вот когда мы видим надводную часть айсберга, это одна треть, а две трети находятся под водой. То есть в два раза больше людей сами удаляют этих клещей. Вот как доказательство ваших слов, я вот, например, помню, я была маленькая, я гуляла во дворе и пришла домой, и у меня что-то мама заметила на шее. Оказалось, что это вот как раз-таки вот этот вот клещ меня цапнул. Ну и мама его сама вытащила и куда-то выкинула. То есть или... Ну и они утилизировали, в общем, этого клеща. Ну на самом деле я вот мало кого знаю, кто обращается именно в медучреждение. То есть обычно это действительно происходит там пинцетом, там масло, там перекись, различные всякие способы, которые даже народные, вот в интернете всяких способов полно. Но на самом деле лучше всего получается обратиться, потому что мало ли как... Вообще, насколько безопасно самостоятельно извлекать клеща? Ну вот смотрите, можно, конечно, извлечь этого клеща самостоятельно, но нет гарантии, что внутри тела у вас не остался один из частей ротового аппарата. А ротовой аппарат, вот, это Молок расскажет, клеща, он напоминает вот такой вот зонтик, который впивается, а потом раскрывается, и обратного хода уже нет. И когда обратно удаляют, там выкручивать, что-то там с ними делают, определенная манипуляция, вполне возможно, что один из этих вот хелицеров и пегипальпов там остался внутри тела. Кроме этого, теоретически любой клещ может быть заражен. Он впился, в нем уже есть кровь. Мы берем руками, на руке может быть трещинка, но не все же оденут перчатки и будут извлекать этого клеща в перчатки или тот же пакет. То есть я работаю с этим, я голыми руками клеща не возьму никогда уже. Раздавили, очень часто специально его убить, раздавить. Любая микротрещина, если он был заражен, даже вас клещ не укусил, но вы можете заразиться. Поэтому лучше обратиться в лечебное учреждение. Это опасно, а вы обращайтесь к профессионалам. Вот нас еще иногда спрашивают, многие очень слышат из средств массовой информации центрального телевидения, о том, что говорят, что вот этого клеща необходимо при извлечении в травмпункте также отдать на лабораторное исследование. Ну вот это актуально в тех регионах, где клещевой вирусный энцефалит. Они изучают наличие этого вируса и тогда предпринимают уже превентивно какие-то меры профилактические. У нас клещевой энцефалит не актуален, а те заболевания, которые циркулируют у нас, превентивно, вот ничем не предохранишься и невозможно от них уберечься. Только можно дождаться уже определенных сроков инкубационных и тогда уже понять, ты болен чем-то или не болен. То есть какой-то срок нужно просто наблюдать за человеком. Поэтому нет смысла этого клеща нашего исследовать на вирусы. Ну и, собственно говоря, есть, конечно, ряд инфекционных заболеваний, которые можно было бы посмотреть, и человек уже, как говорят, предупрежден, вооружен. Но наша лаборатория, нашего центра гигиены, она не аккредитована на эти исследования. К сожалению, конечно. Это вирусологические исследования, особо опасные инфекции. И аккредитация такая имеется только в Старопольском противочумном институте. А отправлять туда клещей у нас таких возможностей нет. Это если человек индивидуально захочет. Ну это, собственно, бессмысленно. Ну и актуально отправить целого живого клеща в течение трех дней. Ну а это не всегда и получается? Да, это не всегда и получается, но и, собственно, нецелесообразно проводить это. Потому что в течение двух недель, если какое-то заболевание и так получилось, что человек заражён, оно проявит себя. И вот в этом случае как раз-таки очень актуально прислушиваться к своему здоровью. И почему мы тогда всегда рекомендуем обращаться за медицинской помощью? Потому что такой человек, который пришёл с клещом, ему удалили в тромпонте, во-первых, ему качественно удалят клеща, то есть не разорвут его на куски. Во-вторых, ему качественно обработают рану. В-третьих, человек, который удаляет качественно клеща, сам не заразится. То есть окружающие укушенного не будут подвергаться риску. И в-четвёртых, этот человек будет под контролем, под медицинским наблюдением. И в дальнейшем он уже, вот если у него какие-то симптомы заболевания проявятся, то есть ему помощь будет оказана своевременно. Это очень актуально в отношении вот такого заболевания, особо опасной инфекции, как крымская геморрагическая лихорадка. Чем раньше там начинают лечить, там лечение только симптоматическое. То есть мы лечим сами симптомы заболевания, и само заболевание-то не лечится. Вот чем раньше начинается проводиться вот это симптоматическое лечение, тем больше шансов человеку остаться в живых. Потому что это опасное заболевание, летальность которого от 10 до 40%. На самом деле, вот, вы рассказываете, какие-то страшные вещи за собой несет вот укус такого, казалось бы, маленького. Маленького. Кажется, я покупаю скафандр на этих кафандрах. Не обязательно. Не обязательно, но действительно нужно быть внимательным. И особенно, почему нужно быть внимательным жителям нашей республики. Потому что мы граничим со Ставропольским краем, в котором это заболевание, крымская геморрагическая лихорадка, очень распространено. Потому что это заболевание, в основном, вот, как по названию мы видим, крымское, да. То есть в таких вот районах со степным, лесостепным, климатом, где очень много пастбищ. А в Ставропольском крае, вы знаете, вот именно такой вот сельскохозяйственный район, где очень много пастбищ, скот, по сути там. И там это заболевание очень распространено. Там ежегодно огромное количество людей подвергается укусам клещей. Много случаев бывает заболеваний. И даже, ну, практически ежегодно бывают летальные случаи. Ну вот сегодня буквально я смотрела сюжет вот федерального канала, в котором говорилось о том, что как раз-таки вот это заболевание уже зарегистрировано в Крыму, в Ставропольском и в Краснодарском краях. То есть это, ну, во-первых, не так далеко от нас, а во-вторых, мы все туда ездим. Мало того, мы не просто ездим, но еще многие очень наши жители туда ездят работать. Вот начинается сезон стрижки овец, и многие наши жители населенных пунктов, сельских наших ездят туда на сезонные работы, потому что там своих не хватает стригать. И, как правило, вот те годы, когда у нас бывают в республике случаи, это крайне редкие годы, когда у нас регистрируется там один или вот был один год, когда два было случаев заболевания крымская геморрагическая лихорадка. Это наши жители, которые ездили в Ставропольский край на работы, там их укусил клещ, а потом по возвращению домой не заболели. Ну вот, вернемся к Светлане. Светлана, вы не раз становились героиней наших сюжетов на самом деле, и вместе с вами наши корреспонденты отправлялись на своеобразную охоту на клещей. И вот я хотела бы, чтобы вы и наши зрители посмотрели один из последних сюжетов, в котором мы покажем ваш рабочий день в сезон клещей, и напомним жителям республики, как обезопасить себя все-таки, если поблизости нет вот такого специалиста. Внимание на экран. С приходом долгожданного тепла в парках и скверах среди многочисленных отдыхающих можно встретить человека вот в таком защитном зеленом костюме с белым флагом. Это Светлана Плесунова, энтомолог, и она выполняет свою работу, собирает клещей. Это делается для их видовой идентификации и исследования на зараженность каким-либо вирусом. А вот и первый улов. Я его посадила в проверку, мы его подпишем, сделаем ему сопроводительное письмо и в местах сбора дата, отмечается время суток, когда мы были в температурные условия. Под микроскопом я определю его вид и мы отправим его в Ставрополь. Через определенное время узнаем, заражен он или нет. Если исследование покажет, что он заражен, то энтомолог вернется на это место и обработает участок специальными средствами. И так будет с каждой территории, где будет обнаружен инфекционный клещ. Также в настоящее время Министерством здравоохранения республики проводится тендер на проведение обработки эпидзначимых биотопов, таких как летние детские оздоровительные учреждения. Исследуем мы на крымскую геморрагическую лихорадку, эксодовый клещевой, боррелиоз, туляреми. Основные инфекции, особо опасные, которые в нашем регионе. Инфекции это все довольно тяжелые. Клещевой боррелиоз, вплоть до инвалидности, крымская геморрагическая лихорадка вызывает до 90% это летальный исход. От тяжести зависит, от того, как быстро обратились. А обратиться стоит, чем скорее, тем лучше, исключая самостоятельные попытки устранения насекомого. В любом медицинском учреждении вам окажут профессиональную помощь. Также энтомологи для профилактики укуса и следующего заражения советуют жителям Карачаева, Черкесии избегать места с высоким скоплением насекомых. А именно, затененные лиственные леса с высокой травой. Несмотря на то, что в центральных парках и скверах была проведена противоклещевая обработка территории, специалисты наставят на осторожных прогулках по этим местам. Погода так и шепчет, и сезон шашлыков вот-вот начнется. И чтобы ваш отдых не был омрачен укусами клещей, стоит придерживаться некоторых простых правил безопасности. Во-первых, не одевайтесь вот так. Верхняя одежда должна быть обязательно с длинным рукавом и желательно с манжетом, и по возможности заправлена в штаны. Ну а сами штаны должны быть заправлены в носки. Да, конечно, этот наряд не соответствует последнему писку моды, но он на 100% защитит вас от укуса клещей. И еще один важный момент. От попадания на одежду до укуса у клеща проходит примерно 20 минут. Поэтому каждые 15 минут осматривайте себя. И, конечно, не забывайте про препараты против клещей. Только используйте их чаще, чем указано в инструкции. Вот так стоит защищать себя от этих вредителей. Скажите мне, вот знаете, какой вопрос меня интересует? Вот вы говорите, что у нас нету энцефалита, и у нас нету вот этой крымской заразы. У нас есть как раз. Она есть. Есть, но она редко встречается. Ну, вы говорили, один или два в год человека заражается. Договорите вопрос, а я скажу. А, ну, вы меня поправите, да. Я просто не так разбираюсь в вопросе. Какие вообще болезни переносят наши местные клещи, наши родненькие? Я поняла, поняла ваш вопрос. Вот нужно сказать следующее, что наши клещи, они вот среди наших клещей, популяции наших клещей, также циркулирует вирус конго-геморрагической лихорадки. Конго? Ну, это вот полное название этого заболевания. Крымская или Крым-конго-геморрагическая лихорадка. Он циркулирует среди наших клещей. И из-за этого ежегодно мы проводим мониторинг. То есть мы собираем этих клещей и изучаем. Вот нужно сказать, что последние, это молок мне скажет, сколько лет? С 15-го года, да? С 15-го года, последние 4 года, среди тех особей, которые были нами собраны, этот вирус не обнаруживался. Но это еще не говорит о том, что на территории нашей республики его нет. Он просто не попадался. Потому что предыдущие несколько лет он выделялся, причем на всех районах нашей республики, даже на тех районах горные, лесные, которые, и вот хоть и бытует мнение о том, что только вот эксодовые клещи, которые в лесостепной части, вот они, эти клещи, и в лесостепной, в лесной части тоже встречаются. И были особи, которые с этим вирусом встречались. Но на сегодняшний день пока, ну вот мы не находим его пока. То есть, ну можно сказать, что циркуляция его меньше стала. Ну как бы получается, лучше каждый год понемногу, чем этот очаг будет спящим. Потом он выходит более массово, как у нас получилось, кстати, с тулеремией, которая тоже передается эксодовыми клещами. Несколько лет у нас не было вообще, мы практически не встречали клещей. Потом они пошли единичные. В прошлом году в каждом районе у нас был случай клеща, зараженного тулеремией. Вот это второе заболевание, о котором идет речь, тулеремия. Это тоже опасное заболевание, оно не такой летальностью, конечно, отличается, но достаточно серьезное и неприятное заболевание. Распространитель, возбудитель этого заболевания бактерия, которая относится к тому же роду, барелиоз, рикетция, к тому же роду, что и сифилис. То есть это одного класса. И, собственно говоря, симптомы этого заболевания очень даже близкие к этому. А, это ламбарелиоз. Барелиоз, барелия к сифилису относится, к этой же группе. То есть это очень серьезные заболевания. И вот это третье заболевание, ламбарелиоз, возбудитель которого есть на территории нашей республики. Но, к сожалению, в последнее время у нас с диагностикой этого заболевания большие проблемы. Да и не только у нас, а везде в мире. Там нет стандартов, которые определяют это заболевание. И стандартов диагностики нет. Сейчас о нем очень много спорят об этом заболевании, об этих стандартах. Но я думаю, что в будущем это все будет определяться. Но, тем не менее, вот последние годы, в прошлом или в позапрошлом, вот я не могу уже сейчас точно сказать. В позапрошлом. В позапрошлом году у нас были выделены несколько случаев, один или два случая заболевания ламбарелиозом. Это тоже очень серьезное заболевание, которое передается укусом клеща, которое приводит к инвалидизации. Оно не летальное, но человек, очень долго болея им, не знает, что он болен. Потому что чаще всего оно проводится бессимптомно. Хотя один из первых признаков проявления этого заболевания очень яркий и характерный, который делает это заболевание узнаваемым. То есть на месте укуса клеща через некоторое время появляется образование такое, кольцевая эритема. Ну то есть покраснение в виде колечка, которое величиной до 5 см в диаметре может быть и обладает таким свойством мигрировать. Так она и называется, мигрирующая эритема. То есть оно увеличивается, как бы расходится это кольцо. Это на месте укуса клеща. Потом оно исчезает, и второй этап, когда эти микроорганизмы, борелии, начинают уже из этого места, вот где укусил клещ, уже распространяться по всему организму человека. И попадая в различные органы, вызывают заболевания воспалительного характера этих органов. И это могут быть и сердце, и какие-то нервные, нервные системы, органы, и суставы. И в зависимости от того, куда попадают эти возбудители, и симптоматика этого заболевания. Поэтому заболевание отличается вот такой вот большой симптоматикой, огромной симптоматикой. И очень сложно сразу его определить. Тем более первый этап, когда возникает покраснение эритема, он не всегда бывает выраженный. То есть в определенном количестве случаев, а специалисты говорят, что в большинстве случаев он не проявляется на коже. И когда наступает уже второй этап, уже поздно, уже невалидизация. Клещ, который передает, считается, это клещ лесной. Он активен, начиная с самого раннего тепла, как только снег сошел, и до первых морозов. Как раз в лесных массивах. Это собрат клеща таежного, который передает энцефалит. То есть это не только сезон шашлыков, так называемый? Нет, этот клещ активен все время. То есть остальные, дермоцентер, репецифалис, гемофизалис, геолиома, которая передает КГЛ, они вот сейчас, пик пройдет, ну еще 2-3 недели, и в самое жаркое время они уходят, как говорится, размножаться. Будут попадаться, но в единичных случаях. А клещ лесной будет везде. И в горных, то есть в любом лесном массиве, в горах у нас, в лесополосе, он будет встречаться. На Зеленом острове так всегда, даже после обработки. Светлана, у меня знаете, какой вопрос всегда был? Ну, достаточно много ведь насекомых, которые кусаются. Вот это те же самые комары. Но почему, как так происходит, да, что, допустим, комары, они не переносят никаких заболеваний? Ну, во всяком случае, в нашем регионе. Переносят. Переносят, да? А, даже так, я не знал. Ну, то есть клещ у меня всегда ассоциировался с таким злом от насекомых, потому что если клещ укусил, чем-нибудь тебя заразил. Ну, потому что клещ заражает не только людей, но и собаки. Определённые заболевания, которые передаёт только собакам, от которых они гибнут. И кошки страдают, то есть мелкие вот такие животные, млекопитающие. И мышевидные, грызуны все, они являются переносчиками инфекций, которые передаются через клещей. Почему только клещи? Те же блохи, это тоже трансмиссивная передача. Они же кусают. И крупный рогатый скот. И крупный рогатый, и мелкий рогатый скот. То есть всё это тоже передаётся. И скотина точно так же погибает от укуса клеща. То есть когда-то он маленький, но есть ряд заболеваний, жаль, нет ветеринаров, которые передаются только вот крупному или мелкому рогатому скоту, который погибает от заболевания. А комары тоже переносят. Просто сегодня мы не говорим о комарах, но они уже... Я просто мне казалось, что они... Ну я знаю, что есть малярийные комары, где-то там бахнет. Кроме малярии... Ничего в нашей местности. Допустим, просто нет источника. В Тавропольском крае даже писали работу, исследовали, даже энцефалит в комарах находили. Какой кошмар, если честно, вот... Как страшно жить. Но в основном считается малярия, и не только малярия, есть еще и дирофилериоз, который в мышцах, это тоже передают комары. Я не хочу, чтобы наши телевизорители... Да, мы не будем их... И хочу добавить следующий момент, что комаров у нас, конечно, много тучей, мы с ними боремся все, но комары эти, они могут переносить... Наш комар, который обитает у нас, комар вода анофилес, он является переносчиком малярии, но у нас нет источника. А источником малярии является человек больной малярии. И если этот человек в виде мигранта из какой-нибудь там Средней Азии, где это заболевание циркулирует, или туриста, который побывал где-нибудь за границей, его там укусили, он заболел малярией, окажется в нашей местности, тогда, конечно, нам будет очень плохо. Но, к счастью, есть такая служба, как наша, которая этими вопросами занимается. И, естественно, профилактические работы по профилактике распространения малярии и заболеваний, которые распространяют клещи, они проводятся. И если мы об этом не говорим, то это не значит, что это не проводится. Просто, ну, это наша рутинная работа, каждодневная работа. Спасибо вам большое за это, за то, что буквально, получается, спасайте нас. Такой невидимый фронт, невидимая защита каждого из нас. Я хочу добавить, ну, не в словару, мы тоже мониторим. А вот смотрите, помните, когда Чемпионат мира в Бразилии был и говорили о том, что там заболевание, это ЗИКа. Да, лихорадка. А то, что комары, которые являются распространительными для заболевания, они обитают у нас на территории Черноморского побережья. Сочи, вот эти вот тропические, субтропические, там эти комары этого рода есть. Я хочу сказать, что наша служба перед собой поставила цель на территории Сочи, это курортный регион, где очень много отдыхающих ежегодно бывает, вообще уничтожить этого комара. И эти работы, собственно говоря, они очень успешно проводятся. А никак это на баланс природный не повлияет? Потому что была история в Китае, когда они уничтожили всех воробьев. На окружающую среду не влияет, сейчас используются БАК-препараты, такая откровенная химия практически не используется. Просто даже определенные виды рыб запускаются в водоемы и ряд препаратов, которые уничтожают личинок. То есть на борьбу с некоторыми паразитами уже призываете саму природу, получается. Естественных врагов. Да, естественных врагов и БАК-препарат, который тоже уже, говорится, бактерия, которая поражает личинку комара и просто дальше взрослой формы комара нет. Ну, все-таки вернемся к старым добрым клещам, а то бы отвлеклись на комаров. Детские лагеря. Детские оздоровительные, то есть наши детишки вот-вот и пришкольные пойдут в лагеря и поедут на природу. Наши лагеря, которые в республике находятся, они, получается, все расположены в Тиберде, в Донбайе, в Архизе, но везде есть вот какие-то лесополосы. То есть дети спокойно могут там выходить, гулять, дышать свежим воздухом, но получается, они могут и подхватить какую-то заразу, и подхватить какого-нибудь клеща. я знаю, что ваша служба, что вот Светлана, вы выезжаете на территории лагерей и проверяете их. То есть, как происходит эта проверка? Что там должно быть? Чего не должно быть? Или, может, какая-то обработка ведется? Обработка против клещей обязательно всех оздоровительных лагерей на территории нашей республики. Мы выезжаем с проверкой до обработки на наличие клещей, хотя все равно независимо от наших показаний обработку проводят, даже если мы не находим клещей. Но требование обязательно скошена трава, огороженная территория должна быть, чтобы посторонние, то есть даже скотина не заходила. И мы через три дня после обработки проверяем эффективность этой обработки. То есть если... А где вы уже побывали? Да, есть определенные нормативы. Если мы находим больше, чем два клеща на территории этого лагеря, то это неэффективная обработка, проводится она повторно. И перед каждым заездом рекомендованы требования делать повторную обработку между сменами. А вот начиная с, так сказать, открытия сезона клещей, вот в каких населенных пунктах вы уже побывали и где больше всего получается нашли вот этих вот... Ну, на территории лагерей, где мы были, мы город проверили, Карачаевский район, в Прикубанке мы еще не были, но там, где мы проверяли, клещей мы не нашли. Я же говорю, сейчас... Обработка сейчас как раз вот время, когда обработка ведется. Обработка сейчас должна проводиться. Только начинается. А почему вы не нашли клещей? Потому что их нет на территории. А на территории? Потому что из года в год территория обрабатывается. Представьте, если каждый год эта территория обрабатывается. Если туда нет доступа, как правило, в городе у нас и не бывает, может собака занести. То есть единичные случаи все равно могут быть. Но мы проверили по городу, проехали клещей, нет. Я вообще хочу добавить, чтобы родители не беспокоились по этому поводу. Отпускали свои детей с легкой душой. Потому что за все это время, ну вообще для нашей службы, когда ребенка в лагере по всей России укусил клещ, это ЧП. Это просто ЧП. И таких случаев, такие случаи бывают, ну редко бывают, ну крайне редко, учитывая, что у нас почти 90 субъектов в Российской Федерации. Потому что к этому относятся очень серьезно. Опять-таки, хочется добавить, что на территории лагеря обрабатывается, которая огороженная, там дети в безопасности находятся. Но дети выходят на экскурсии. На экскурсии они выходят с воспитателями. И здесь, конечно, воспитатели должны быть внимательны. Они должны, во-первых, рассказать детям о мерах безопасности, и родители отпускающие тоже должны, в любом случае, дети должны знать эти меры безопасности. Даже если они не в лагерь едут, а с родителями где-то на природе отдыхают. Но воспитатель обязан проследить, насколько дети следят за собой, осматривают себя. Ну и также меры защиты должны быть. Репеллентами, конечно, нужно детей снабжать, потому что на экскурсии они выходят. Но, опять-таки, еще раз хочу сказать, что воспитатели и медперсонал лагерей обязаны следить за этим и предупреждать укусы клещей, то есть заниматься профилактикой этих укусов. То есть, вот как раз-таки воспитатели, они должны быть, они должны, наверное, как-то проходить обучение по поводу того, как, что, зачем, почему и что делать в каких-то сложных ситуациях. Конечно, естественно, они все обучены. Они перед этим получают медицинские книжки, где с них спрашивают и проводят эту гигиеническую аттестацию. То есть, на знание санитарных правил. Они обучены всем. Прекрасно. Ну, а мы напоминаем нашим жителям, что если вдруг клещ укусил и не удалось оградить себя от вот такой напасти, необходимо сразу обратиться в медучреждение по месту жительства. Давайте посмотрим небольшой сюжет и узнаем, что думают сами жители об открытии сезона клещей и что они обычно делают, если вдруг заметили вот это вот насекомое. Внимание на экран. Пойманных клещей мы показали отдыхающим. Реакция была разной. Для некоторых посетителей парка наличие вредных насекомых было крайне неожиданным. Ну, по траве ходить не будем. Постараемся, конечно, обезопасить себя. Есть, как бы сейчас средства защиты. В магазинах продаются специальные средства, которыми можно обрабатывать одежду, кожу, чтобы не попадать в такие ситуации, когда на тебя сел клещ. Ну, естественно, как бы безопасность превыше всего сейчас в наше время. Для других же присутствие в парке потенциально крайне опасных насекомых не стало сюрпризом. Более того, отдыхающие сами рассказали, какие меры принимают для профилактики укусов клещей. После прогулки всегда мы приходим домой, осматриваем себя, даже душ принимаем. Вследствие этого смотрим, нет ли где-то вот этого клеща. Если вдруг он появится, то, конечно, необходимо что сделать? Отнеси его в лабораторию, чтобы узнать, опасен или не опасен. Несмотря на то, что в городских парках и скверах была проведена санитарная обработка, энтомологи настаивают на осторожных прогулках по лесам и паркам. Ну а мы опять-таки вернемся к статистике. В 2017 году агарицидные обработки были проведены на территории 243,5 тысячи гектаров. Это на 50% больше, чем в 2016 году. В этом году территория России, на которой пройдет обработка, может превысить 300 тысяч гектаров. Вот расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с обработкой, возможно, даже приусадебных каких-то участков, личных территорий, именно в Карачаево-Черкесии? Ну, по поводу личных присадебных участков я уже говорила о том, что, конечно, вы имеете, если вы имеете желание и самое главное возможность их обработать, то это очень хорошо. Очень хорошо, когда вы обеспечите своим детям в безопасную среду. Как правило, на даче летом отдыхают не только взрослые, но и дети, и с собаками все выезжают. Поэтому, прежде всего, помимо обработки этого участка, есть еще несколько требований, которые обеспечат защищают вашу безопасность. Но самое главное, это участок нужно содержать в чистоте. Не нужно допускать, чтобы скошенная трава, срезанные деревья, ветки, лежали там кучами. Все эти места захламленности, они являются средой благоприятной для обитания клещей. Трава должна быть скошенной, не должна стоять в пояс, она должна постоянно подстригаться или быть скошенной. Ну, вот, акарицидная обработка, конечно, удовольствие дорогое, это затратное мероприятие, но оно, в принципе, само себя оправдывает и является доступным достаточно, доступной мерой. На территории Карачаева-Черкесии есть несколько организаций, которые могут провести по вашей заявке эту акарицидную обработку. Нужно обращаться в профдес-отделы, вот можно позвонить на горячую линию в наш Роспотребнадзор или в консультационный центр, там вам подскажут, куда нужно обращаться. по поводу вот этих мероприятий. Опять-таки, подчеркну, что это по желанию каждого из вас, дачника, если у вас есть дети, это рекомендуется, очень рекомендуется и очень приветствуется. Вот у меня к вам такой еще вопрос возникает. Мы говорим о людях, говорим о домашнем скоте, но нередко бывает такое, что с собакой гуляешь или кошку выпустил погулять, вот она приходит и приносит домой клеща. Стоит ли самому также вот пытаться избавить животное от этого насекомого или нужно бежать в ветполиклинику? Ну, лучше в поликлинику съездить, а чтобы ваша собака или кошка не принесли клеща, ее нужно защищать. В течение всего эпицезона, то есть где-то с апреля месяца у нас в магазинах природы, в ветеринарных магазинах есть препараты. Единственное, пишут полтора-два месяца, там надо обрабатывать каждые три недели, то есть эффективность снижается. Просто животное чем-то там обрабатывается? Да, обрабатывается животное, есть ряд препаратов, они доступны. Каждые три недели вы свою кошечку, которая гуляет. Это капельки, которые мы с вами, да? Да, есть капельки перед началом сезона искупать, есть ошейник, он и от клещей, и от блох защищает. То есть блохи тоже переносят ряд, и дискомфорт, если кошка принесла с улицы блоху, она и в доме начинает приносить дискомфорт и размножаться. Поэтому домашних животных надо защищать, которые у вас на улице. А вообще, насколько опасно, если вот пришло домой животное? Ну, кошки, собаки, они в доме живут, рядом. Кто-то сами снимают, кто-то идут к ветеринарам. Я хочу акцентировать ваше внимание, что опасность представляет собой то, что находится внутри этого клеща, который сосёт кровь. И человек подвергает себе опасности в том случае, если он его будет голыми руками вытаскивать, и на руках у него есть какие-то микротравмочки, это всё может попасть в организм. То есть, если вы это делаете в перчатках, если вы очень аккуратно это всё вытаскиваете, вынимаете, обрабатываете ранку, то можно сделать самому. Но вот сможете вы это сделать, это каждый отвечает. А вот, знаете, меня всегда тоже интересовал вопрос. Как-то они же, наверное, размножаются. То есть, ну, как клещ, клещ укусил жертву, и он там навсегда остаётся? Нет. Или он потом может отпасть? Он отпадает 2-3-4 дня. Как только клещ напился крови, самка для размножения, самцы для питания, они отпадают, они не живут на нас. То есть, размножаются они в земле, они уходят в землю, они и зимуют в земле. Самка после того, как отложила яйца, откладывают они их сотнями, самка погибает. А дальше из яиц вылупляются личинки. Личинки вырастают до нимфы, нимфа уже в взрослую стадию. И вот личинки и нимфы, они кормятся на мелких грызунах. Всё, что у нас под землёй. Мышки, зайцы, землеройки и врановые. Которые носом ковыряются в земле, и они туда на них ковыряются. Вороны, галки. Это она птица. Я к тому, что если, допустим, не трогать клеща, но нет возможности, пошли в поход. Нет, лучше его снять. Понимаете? Четыре дня будет на восемь. Четыре дня будет сидеть. То есть, если он только присосался, передаются через слюну клеща. То есть, начинается циркуляция. Он, кровь, к себе в организм. Из своего организма идёт циркуляция из его слённых желёз к вам. Чем раньше вы его заметили и сняли, тем больше вероятности, что вы не заразились. То есть, вот в чём. Лайм барелиоса, о котором мы говорили, он часто проявляется гораздо позже, чем вас укусил клещ. Вроде как считается две недели, но он может через два месяца, через три месяца проявить какие-либо симптомы. Поэтому у нас проблема с его диагностикой. То есть, кто через... То есть, зимой вас укусили, летом зимой вы вспомните, что у вас клещ кусал? Вы об этом забудете? Ну, мне кажется, если тебя укусил клещ, то такое событие не очень будничное. Очень часто забывают. Не очень будничное. Просто своё плохое самочувствие они связывают уже с укусом клещей. Как правило, мы же говорим, две недели. Ну да. А симптомы этих заболеваний, вот что ламборелиоз, что крымская геморрагическая лихорадка, что... Что лиремия. Эти симптомы называются гриппоподобными, потому что они сводятся к чему? К подъёму температуры до 39-40 градусов, головной боли, боли во всех мышцах и поясницы, шеи, суставах, интоксикация, то есть в виде рвота иногда проявляются. То есть вот такие вот симптомы, которые очень похожи на грипп, гриппоподобные. И если это проявляется у вас, допустим, в какие-то поздние периоды, а клещу кусил за несколько месяцев до этого, да, вы не свяжете всё это. А проявление, ну как клещение, лучше начинать до проявления уже специфических симптомов. Уже, как говорится, организм страдает сильнее, и вылечить особенно крымскую геморрагическую лихорадку куда сложнее. Ну у меня к вам такой, наверное, личный вопрос. Вот вы никогда не сталкивались сами вот с проблемой того, что пошли гулять и укусил клещ? Нет, не кусали, но с одежды снимала, но в ходе работы. То есть и с халатой, и с комбинезона, и даже и с рукава, и под капюшоном был. То есть с одеждой не раз. Такие особенности. То есть я себя тоже осматриваю каждые 15 минут, и перед тем, как сесть в машину, после того, как я где-то в поле или в той же лесополосе походила, напарник меня обязательно осмотрит, чтобы не сесть с этим клещом в машину. Елена, ну а вы сталкивались? Я попадалась. Я попадалась два года назад. Я была на экскурсии в Исжигутинском районе. Там есть прекрасные водопады за гипсовым заводом. И вот мы на речке отдыхали, и вот там ко мне клещ присосался клещ. Ну вы, наверное, уже знали, как себя вести, что делать. Я одна ужила его сразу же и убрала с тела немедленно. Вы потом обращались? Я не обращалась за помощью, потому что я удалила его сама. Я знаю, что нужно удалять его. Как можно... Чем быстрее ты заметил, тем быстрее. До ближайшей помощи мне было часы ехать. Ну да. Ну на самом деле вот никто... Все подвержены вот этим нападениям, получается. Никто не застрахован. Даже специалисты. Даже специалисты. У меня вот к вам еще такой вопрос. Опять-таки, когда пересматривала некоторые материалы наших федеральных коллег и там с других каналов, бывает очень много спецодежды какой-то, которая там с какими-то специальными ловушками для клещей, с какими-то специальными отталкивающими. То есть, ну не стоит, да, вот настолько заморачиваться. Просто достаточно заправить штаны в носки и идти. Это одежда для людей, которых порода деятельности связана с пребыванием в лесах. Вот для лесников, для работников там этих охотоведов и прочих-прочих, которые лесорубы. Это специальная одежда для них. Для них имеет смысл и целесообразно эту одежду. И также вот для наших людей, которые в сельском хозяйстве, к примеру, на стрижке работают. Но опять-таки, будет ли вам комфортно быть запечатанным в этой одежде полностью в летний период, когда эти работы сезонные проводятся? Просто Вазураб сказал про скафандр, а я себе уже скобила про эти костюмы. Ну, они есть, такие комбинезоны довольно тонкие. Ну, их пропитка, честно, долговые. Он с капюшоном, как положено, с сеткой, манжетой, все. В сапогах, хочу вам сказать, очень жарко, но тем не менее. У меня тоже комбинезон, я в сапогах, плотная комбинезон, у меня брюки и сверху куртка. Сетка, она просто в кармане спрятана, это больше от комаров. Также манжеты, капюшон, то есть у меня все есть, и он тоже пропитан. Только не куртка, а брюки. Скажите, а наш регион, Карачаево-Черкесия, вообще по отношению к остальным, соседним регионам и вообще по отношению к России, насколько у нас вообще, может быть, чуть безопаснее, чем в других или есть? Просто вы говорите, что у нас нету энцефалитного клича, у нас там... У нас не так встречаются какие-то другие заболевания. Все мы поделены на климатические зоны. Возьмите соседние регионы, Ставрополь, Краснодарский край, Ростовская область. Это больше степная зона, у них больше количества. Мы, у нас степные районы, это считаются, вот Адагихабльский, Прикубанский, Хабецкий еще. И то он уже лесостепной будет считаться. Дальше идут предгорные, там нет такого большого количества клещей, именно передающих к грею. То есть более благоприятные климатические условия? Единственное, у нас это клещ, который лесной, он есть везде. И еще я хочу сказать положительным фактором, конечно, нам всем хочется слышать о том, что у нас безопаснее. Но вот, к сожалению, положительным фактором, более безопасным, ну, несколько менее оптимистичным является то, что у нас нет таких масштабов сельского хозяйства, как в Ставропольском крае, в Ростовской области. Поэтому, конечно, столько людей не работает в этих сельском хозяйстве. Поэтому, вот, конечно, более безопасно. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо большое, что пришли к нам, спасибо, что рассказали. Ну, вы нас немножко напугали, но все равно потом расслабили. Мы не так боимся теперь гулять по лесу. Ну, а мы напоминаем всем, кто собирается только открыть сезон шашлыков или отправиться на летние каникулы в какой-нибудь, погулять в каком-нибудь парке или лесу, чтобы вы все-таки старались оградить себя и обезопасить себя от, казалось бы, маленького, но такого опасного вредителя. Наш эфир подходит к концу. Смотрите нас завтра в это же время в 15.00. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»